Твой организм самостоятельно, то у тебя вырабатывается к этому зависимость. Но в любом случае, блин, даст о себе знать. Это все хуйня полная. Так, у меня одноклассник, тот в школу со справкой кончил, уехал в санаторий. Так, он в школе делал гаши с травки, в чью постоянно мотался на планы, прямо на уроках. Ну, я думаю, такие так, кололся и бросил, семья на первом месте. Всем добра, Хмельницкая область, Славуто, наймогутнейшая. От души, Игорю. Так, и не было плохо сильно. Ну, братан, ну, чуть-чуть было, но... Послушайте, ну, нету, блядь, ну, нету такого пути, чтобы обойти страдания. Если ты, как бы, будешь спрыгивать там медикаментозно, ты не прохаваешь вот эту всю хуйню, там, не... Пару раз, блядь, не насрешь в трусы, просто после того, как ты думал, что ты хотел пернуть, а ты обосрался. Ну, это, как бы, нормальная тема на кумарях, тут, нах... То ты, блядь, ну, как бы, не поймешь. Ну, ты пойми, искать легких путей в этом нету. Можно пойти там на детокс какой-то тебя, ты там, как овощ, пролежишь там две недели в кровати, будешь сраться, ссаться в памперсы. Ну, так ты через неделю будешь опять там же блядей был. Так, как вес набрал, если торчал. Ну, смотри, у меня даже в самые глухие мои торчащие годы вес меньше 120 килограмм никогда не был. Я никогда не был маленьким и худеньким. А вес я начал набирать конкретно после того, как я прошел курс лечения по гепатиту С. Тогда был препарат такой, назывался Пегасис. Это первый препарат, который придумали для лечения гепатита С. И у него очень серьезные побочки. Очень тяжелое лечение. Ну, я думаю, кто там лечился, те знают. И вот после него я начал набирать вес. У меня после него такая очень серьезная депрессия была. Вообще, я никого не видеть не хотел, не слышать. Ну, это очень тяжелый препарат. И вот такая, знаете, апатия постоянно. Я там на барахолку съездил и назад в кровать домой. Ну, то есть, вот такая вот херня. И это все привело к тому, что пошел так нормально набираться лишний вес. Ну, а потом уже там пошел в кайф. Депрессия прошла, но холодильник остался. И все. Так, Нико, спасибо. Лечение не помогло. Дитя мое заставило завязать. Ну, конечно, милость Всевышнего Сознания. Мне тоже вот эти все реабилитации. Я 10 лет с реабилитационных центров не вылазил. С 2004 по 2014 год я ни разу, ну, каждый год был на репцентре. Каждый гребаный год я был на репцентре. Нет, репцентры внесли свою лепту. Я получил много знаний, которыми пользуюсь по сей день. Не без этого. Во многом они мне помогли в процессе, когда я перестал употреблять. Многие инструменты, которые я узнал на реабилитациях, я их использовал в своей жизни. Не без этого. Бесследно они не прошли в любом случае. Так, я уже кидал и назад пишу. Вась, ну, значит, ты не принял просто решение. Сколько на метадоне висел? Да нормально. Водика 4-5. Ну, я жюю. Вась, ты просто не нашел себе вот замену этого образа жизни. И все. Ну. Так, да, и мед, да, эта херня держит воду однозначно. Вот сейчас смотришь, блядь, на всех этих, блядь. Они ходят как автомобили белого цвета, блядь. Такие, знаешь, с легкой серостью, блядь. Ну, блядь, я их прям, я не знаю. Я вот сейчас смотрю на них и думаю, ёпта, это я так выглядел. Прям они, прям, прям очень страшные все. Особенно те, с которыми я еще когда-то ходил там на АЗТ. То они сейчас просто на них смотреть, блядь, страшно. Так, прямо на всех уроках дымил гашиш. Паспорт, имя, фамилия, печатными буквами. Да. Так, Дамир, приветствую, героям слава. Димас, доброго здоровья. А, Ворест, мои витания. Так, ТГК тоже накапливается. Александр, все так, так, так. Да, девочка, я чили, хоть и братанчиком тоже могу. Так, 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 так. Продолжение следует...